Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft. Сегодня понедельник, а это значит время новостей из мира страйкбола за прошлую неделю. Буквально вчера я вернулся из Москвы с выставки StrikeCon 2019, которая проходила в выставочном центре Сокольники. И как вы понимаете, большинство новостей будет про новинки с этой выставки. Прежде чем начать рассказывать про новости, я хочу поблагодарить всех тех, кто подходил на выставки, жал руку, говорил спасибо за контент, фотографировался и так далее. Я на самом деле очень благодарен вашему вниманию, так как для меня это живое доказательство того, что я все делаю не зря и есть живые настоящие люди, кому интересен наш проект. Я, если честно, не ожидал такого количества внимания и неправильно спланировал свое время. И так получилось, что я в большей степени общался и в меньшей степени снимал. Но все-таки самые важные новости я успел добыть. Начать новости я хочу с действительно горячей новинки от Togin. Как мы и предполагали, они сделали страйкбольную версию гранатомета GP34 с выстрелами на вышивном заряде. Но я и представить не мог, что они сделают это настолько круто. Называется новинка ТАК-35 и по внешнему виду и устройству практически полностью копируют боевой гранатомет GP34. За исключением нескольких деталей, на которые есть действующие патенты концерна Калашников. В частности, у серийных ТАК-35 будет иная по конструкции лапка экстрактора и видоизмененный фиксатор выстрела. Также, с целью соблюдения требований закона об оружии, ни одна основная часть боевого гранатомета не сможет быть установлена на ТАК-35. Как, впрочем, и части ТАГа не подойдут к боевому гранатомету. В остальном копийность практически стопроцентная. Материал изготовления гранатомета в основном фрезерованный дюрал алюминий. А части, которые подвергаются воздействию нагрузок и продуктов горения, изготовлены из закаленной нержавеющей стали и имеют твердость 60 единиц. У ТАК-35, как и у боевого гранатомета, есть два предохранителя – стандартный и дульный. То есть, пока гранатомет не установлен на ствол автомата, он не будет стрелять. Самой главной фишкой является то, что новый гранатомет работает без аккумулятора. Электрический заряд, необходимый для инициации выстрела, генерируется с помощью портативного генератора электроэнергии. Разборка соответствует боевому прототипу, и это на самом деле очень важно для обслуживания. Так как гранатомет на вышибных зарядах, после какого-то количества выстрелов вам придется его чистить. Так же, как и боевой. 40-мм боеприпас Т-35 УДЗ внешне достаточно точно копирует боевые ВОК-25, за исключением, конечно, материала изготовления и направляющих, которые по понятным причинам отличаются от боевого ВОК. Толкатель рабочий, и в случае, если вы вдруг передумали стрелять, выстрел можно легко извлечь. После инициации передняя часть разлетается на множество мелких частей. Узел инициации отлетает на небольшую дистанцию цельной деталью без острых углов. Еще показали очень антуражный тестер, который позволяет определить работоспособность гранатомета. Например, работает ли контактная группа после чистки. Боевой ВОК-25 в гранатомет АТАК не входит из-за другой формы направляющих. Прицельная планка полностью рабочая и позволяет прицельно стрелять на дистанцию до 150 метров. Новый ВОК-25 двойного действия, то есть срабатывают или при контакте отвердую поверхность, или с 4,5-секундной задержкой. Цена на новые выстрелы будет всего на 10-15% дороже стандартных выстрелов ТАК. Старт продаж гранатомета и выстрелов запланирован уже на апрель 2019 года. Российский производитель страйкбольной пиротехники «Зевс» тоже порадовал новинками. Во-первых, показали новые минометные выстрелы «Капля». Выстрелы не требуют поджигания или какого-либо другого узла инициации у миномета. Достаточно просто миномета с плоским дном. Инициация происходит в момент удара тыльника мины одно миномета. Дальность 200 метров. Благодаря наличию оперения полет более-менее стабилизирован. Вторая новинка – это выстрелы для подствольного гранатомета «Гвоздь», которые предназначены для стрельбы из любых 40-мм страйкбольных гранатометов без всякой переделки. То есть не нужно никак дорабатывать гранатомет, вставлять переходники или вставлять контактную группу. Главное требование от гранатомета – это рабочий ход штока хотя бы на 4 мм. Если ход короче, то его может быть недостаточно для инициации. Дальность полета 70-80 метров. Третья новинка – это гранатометные выстрелы для РПГ-26 «Молния». Они тоже не требуют отпускового устройства, никакой электрики и адаптеров. Чтобы переделать тубус для стрельбы новыми выстрелами, достаточно установить алюминиевый ствол. Инициация капсуля происходит в штатном гнезде УСМ гранатомета, без каких-либо переделок, что выглядит удобно и реалистично. Планируются два типа выстрелов – дистанционные и ударно-дистанционные. Дистанционные инициируются через несколько секунд с момента выстрела. Ударно-дистанционные работают хитрее. Если после нескольких секунд после вылета выстрел соприкасается с препятствием, он взрывается. Если соприкасается раньше определенного времени или вообще не соприкасается с препятствием, то инициация происходит с задержкой по времени. И еще небольшая, но хорошая новость. Обновленные РГД и F1 от ZEVS больше не гремят. Слышите? Не гремит. Пользуясь случаем, хочу сказать, что все вышеперечисленное можно будет приобрести в магазине страйкбольной пиротехники Бабахи. Как только производители начнут отгружать новинки, мы сразу же все привезем в наличие. Некоторые из вас наверняка помнят такое приложение и проект MAP21. Так вот, разработчики доработали это приложение и запустили новый проект Geotactica. Смотрим, вот такая штука есть. Вот это мобильное приложение Geotactica, вы, наверное, про него уже слышали. Оно позволяет видеть бойцов своей команды на полигоне. То есть мы, получается, скачиваем приложение, регистрируемся. У нас, получается, здесь есть все команды, которые мы вступили. И мы видим, в общем, друг друга. То есть позволяет всякие рисовать, штуки делать. Есть вот такая штука-платформа, которую вы можете найти в группе Geotactica, распечатать ее на 3D-принтере и сделать, в общем, в себе, для того, чтобы использовать его на разгрузе. Ну и плюс, Geotactica имеет... Если кто не понял, вот эти штуки, они цепляются за MOLLE. То есть это не просто крышка, это к MOLLE, и он вот так вот к пузу закрывается. Geotactica имеет большой набор функций для организаторов, о которых вы можете узнать в группе Geotactica. Поэтому вступайте, задавайте вопросы. В общем, будем рады вас видеть. Российский производитель снаряжения ARSARMA представили новую линейку тактической одежды. Мы рады представить вам одежду от компании ARSARMA. С 6 февраля у нас начинается старт продаж. На старте будут доступны в наличии все размеры расцветки Multicam. Это боевые брюки, копия Cry Precision Gen 3. Расцветка Atax. Также к ним будут сразу доступны боевые рубашки с пультиками и атаксами. Причем боевые рубашки будут доступны двух видов. Как с трикотажем оригинальным американским негорючим, так и с нашим фирменным трикотажем, в котором вы не будете потеть. Это трикотаж, который был произведен специально для нашей компании с пропиткой из серебра. Это Level 5, копия Org Industries, практически полная копия, за мелкими исключениями. Из основных моментов это американская ткань TASLIN, которая обладает DVR-пропиткой влаготалкивающей, плюс влаготалкивающие молнии UKK. Как центральная молния, так и молнии на клапанах. Еще раз повторюсь, что 6 февраля весь основной ассортимент расцветок и размеров будет доступен в наличии. Вы сможете сделать заказ, не ожидать отшива, еще каких-то моментов. В течение двух-трех дней после оплаты мы вам отгрузим ваш заказ. И я думаю, в течение недели вы уже получите и будете наслаждаться нашей новой одеждой. И мы надеемся, что она понравится, потому что это действительно высококачественная, крутая штука, которая заслуживает внимания на российском рынке. В комментариях несколько раз просили какие-нибудь новости о страйкболе как о спорте. О итогах 2018 года рассказал президент Федерации страйкбола Дмитрий Гулин. Меня зовут Дмитрий Гулин, позывной киргиз. Я представляю Федерацию страйкбола России, теперь уже России, потому что это единственная общероссийская страйкбольная организация, зарегистрированная в августе 2018 года. Если точнее сказать, то перерегистрированная, существующая раньше межрегиональная организация. Ну и сейчас мы находимся на страйконе, на котором принято подводить итоги года, строить планы на этот год. По поводу итогов, основной итог это то, что страйкбол признан спортом в 2018 году. Наша федерация стала общероссийской. И, наверное, для нас наиболее, может быть, значимый итог, то, что в конце 2018 года Московская региональная федерация аккредитована Москомспортом. Это вторая региональная организация, аккредитованная первая была Татарстаном. Мы вторые. Планы на этот год сделать побольше аккредитованных региональных организаций. Ну, делать их будут, конечно, страйкболисты в регионах. А нашей общероссийской федерации аккредитоваться в Министерстве спорта. Что касается спорта. Ну, а что касается страйкбола вообще, мы как играли в играх, участвовали. Надеемся, что в этом году игры станут еще более интересными, яркими, большими. Ну, в общем, как-то так. Неочевидной, но очень интересной новинкой страйкона оказалась реплика прицела Элкан третьего поколения от российского производителя Локен Репликас. Это новый прицел от Локен Репликас. Копия Элкана третьего поколения, который используется спецназом США, в принципе, всеми подразделениями. Правильный цвет FDE. Настоящее увеличение 1х, настоящее увеличение 4х. Смена кратности производится, как на боевом. Потуже только, естественно. Здесь можно увидеть сейчас поворотный блок. И оп. Собственно, эти прицелы изготовлены из литого алюминия. То есть это полностью новые литые корпуса. Матовая покраска в цвете FDE. Очень жесткие юстировки, горизонтальные и вертикальные. То есть отдачу ГББ они выдерживают 100%. Правильные маркировки, как на оригинале. Здесь вариант под 5.56 для установки на М249 и М4. Также по предзаказу доступна версия с маркировками 7.62 для установки на SCAR-H. Также из ключевых особенностей. Измененные линзы. Передняя и задняя линзы диаметром 38 мм. То есть увеличены по сравнению с стандартными Элканами, у которых 32 мм линзы. Оптика с покрытием осветляющим. Что еще? Новая прицельная сетка, которая полностью копирует боевой аналог. Десять кратность сейчас 1х. Видно, что нет искажений абсолютно никакого. То есть это реальное увеличение 1х. Сейчас 4х. Не знаю, будет здесь видно на фоне пола. 11 режимов яркости. Первые два режима вполне себе адекватно работают с ПНВ. Их сейчас камера не увидит, скорее всего. Версия с азотным наполнением и версия без азотного наполнения. Поставки в конце февраля и марте. Ценник примерно? Ценник за версию с азотом 22 тысячи, без азота 25 тысяч. Как вы понимаете, я планировал снять хотя бы что-нибудь со стенда разработчика ВВД-системы Протеус 3. Но вокруг стенда был постоянно такой ажиотаж и такое количество народу, что снять что-нибудь внятное у меня так и не получилось. Ребята, кто последний? Это по талонам? У меня талончик. Ножи, отбой. Да. Я с вечера занимал. Первую партию ВВД-систем, привезенных на выставку, разобрали по предзаказам практически мгновенно. По имеющейся у меня информации, продажи системы продолжатся в ближайшее время. Сейчас производитель сосредоточенно помогает с установкой первым пользователям, консультирует установщиков ВВД-систем и оперативно исправляет возможные баги программного обеспечения, чтобы на начало основных продаж у пользователей не возникало проблем. Скорее всего, какие-то подробности о первом опыте использования ВВД-системы Протеус 3 реальными пользователями будут уже через неделю. И еще на выставке мне показали очень интересную штуку. Это механический магазин для страйкбольной М4 производства Fab Defense. Емкость 120 шаров. Очень хорошая пружина и, как следствие, отличная подача. К сожалению, я успел сделать только эти фото. Других подробностей у меня пока нет. Больше, к сожалению, я ничего снять на выставке не успел. Надеюсь, никто на меня за это не в обиде. Блиц новостей. Tiger 111хк показали разборку страйкбольного ГБВ-пистолета М17 от ZigZower. ВЕ показали новое фото Глоков 5-й генерации собственного производства. LCT в своем стиле подтвердили, что релиз АК-12 можно ожидать в марте 2019 года. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях, оценивать мою работу лайком или дизлайком и оставаться на позитивной волне. До скорого!